МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ленский район успешно реализовывает программу отдыха и трудоустройства подростков. Новые предметы. Расскажем, что добавили в школьную программу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Непрекращающиеся дожди в Западной Якутии залили все лесные пожары. Напомним, что 28 июня в связи с устойчивыми высокими температурами воздуха и повышением риска возникновения лесных пожаров Указом главы Ленского района на его территории был введен особый противопожарный режим. Он подразумевал полный запрет на разведение огня в лесу и сельскохозяйственных угодьях, то есть в любом месте, где есть растительность. В июле и начале августа Ленск долгое время находился в дыму из-за пожаров в Иркутской области. Сегодня ситуация стабилизировалась, и все экстренные службы возвращаются к штатному режиму работы. На территорию Ленского района произошло 55 лесных пожаров на общей площадь 7954 квадратных метров. На сегодняшний день действующих лесных пожаров нет. В последнее время идут проливные дожди, да и дело ближится к осени, что сыграло, конечно, свою роль. И в соответствии с этим вчера распоряжением главы района был отменен особый противопожарный режим на территории района. То есть переходим в обычный посрединный режим. В Миринском районе противопожарный режим не вводился из-за погодных условий. В другой новости. Дыши легко. Так назывался конкурс на знания основ охраны труда и промышленной безопасности. Его провели в виде анкетирования среди работников Алроса. В рамках масштабной программы обучение специалистов компании правильному подбору и использованию средств индивидуальной защиты при выполнении работ во вредных условиях. Всего поступило более 750 заявок со всех подразделений компании, включая и дочерние предприятия. Участники конкурса отвечали не только на тестовые вопросы, а также делились своим мнением, почему важны средства индивидуальной защиты и их правильное использование. Это не только выявление каких-то лучших или победителей, а охват большего числа участников, получение обратной связи от работников по этим вопросам. Соответственно, мы все полученные тесты будем использовать в своей работе. Мы по этим тестам можем анализировать, какой уровень и в каком направлении нам нужно развивать обучение. По итогам конкурса определены 10 лучших работ. Третье место досталось представителю Удачинского ГОКа Александру Ашихмину. Второе место занял гидрогеолог Вилюйской экспедиции Елена Празничных. Ну а победителем назван Вадим Красюк, представитель Алмаз-Дуртранса. Помимо призеров, 7 человек получили поощрительные награды. Тестирование для меня было несложным, потому что с этим я сталкиваюсь и на работе, а также регулярно проходим инструктажи по технике безопасности. Помимо того, что можно потянуть какую-то информацию, для себя что-то полезное узнать, это также надо, чтобы люди не забывали, потому что себя надо любить в первую очередь и думать о своем здоровье. 50 лет во благо алмазной компании Виталий Витальевич Столбов. Вот уже полвека работает в специализированном тресте «Алмаз-автоматика». За это время он удостоился звания ветеран алмазодобывающей промышленности и ветерана труда. О том, как трудятся заслуженные работники, расскажут Анна Винокурова. Виталий Витальевич Столбов приехал в Мирный в далёком 1959 году вместе со своим отцом и сёстрами. Тогда они жили в палатках, пока в 1961 году не построили первый дом в алмазной столице. Уже в 15 лет Виталий Витальевич устроился на работу в Вилюйскую ГЭС. «Изучил всё от заклёпок, изучил механику, дизеля, эти все. Научился на ГАЗ-51, ездил со склада и прочее. Ну и потом в литератцах. Я, как сказать, любитель был к лесу». Виталий Витальевич уже несколько десятков лет работает наладчиком контрольно-измерительных материалов в специализированном тресте «Алмаз-автоматика». Ветеран признаётся, что работа тяжёлая, но он справляется даже в свои годы. «Мы обслуживаем драги. Там довольно тяжёлые условия. Длинно идёт, там всё, там очень много аппарата часто ломают. Ну и, короче говоря, персонал-то есть, там есть и грамотные ребята, всё равно они тоже скоро уйдут. Но в основном там молодёжь». Ветеран труда – ветеран алмазодобывающей промышленности. Всех наград Виталия Столбова не счесть. В специализированном тресте «Алмаз-автоматика» говорят, что он – пример для всех. «Все прекрасно понимают, что на сегодняшний день техника не стоит на месте. Она постоянно прогрессирует. То есть, происходит модернизация, выпускается новая линейка рентген-инфицированных сепараторов. И он с лёгкостью это осваивает. Я искренне рад, что работаю в одной команде с такими профессионалами, людьми». Он в буквальном смысле прошёл путь от палаток до высоток и можно выйти на заслуженный отдых. Виталий Витальевич рассчитывает работать в большом коллективе «Алроса» ещё до конца следующего года. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Около 4,5 тысяч детей Ленского района отдохнули и трудоустроились этим летом. На эту программу республика и район потратили более 20 миллионов рублей. При этом, как заявили местные власти, привлечь к труду на благо общества можно было больше детей. Но не все предприятия и организации решились на сотрудничество. О том, с чем связаны сложности подростковой занятости и чем занимались ленские дети этим летом помимо работы, расскажет Марина Крутихина. Убирали, поливали, красили и пололи. Восемь школьных трудовых бригад этим летом трудились в Ленском районе. В них работали более 200 школьников от 14 до 18 лет. У подростков спрос на такую летнюю деятельность только увеличивается. Но устроить всех желающих нет возможности. Не каждое предприятие на сегодняшний день готово взять к себе несовершеннолетних для работы. Не потому, что нет работы, а потому, что изменилось законодательство, ужесточились некоторые требования к работодателю и к организации условий работы для школьников. Тем не менее, очень много документальной работы. И некоторые работодатели, конечно, предпочитают для того, чтобы избежать вот этой всей волокиты, они предпочитают не брать несовершеннолетних на работу. В течение лета кипела работа и при школьных лагерях, но в них воспитанники не трудились, а отдыхали. В районе в 17 образовательных учреждениях за это лето отдохнули 1287 человек, что на 322 ребенка больше, чем в прошлом году. При полной стоимости путевки в размере 10 491 рубль родители платили только 2098 рублей. Разница компенсировалась из районного бюджета. Здесь надо отметить, что те родительские взносы, которые составляют 2098 рублей, они идут, как правило, на организацию культурно-массовых мероприятий и на какие-то там канцелярские товары, которые в ходе площадки обязательно необходимы. В школах дети могли не только отдохнуть, но и получить дополнительные знания. В районе работали пять профильных лагерей с уклоном на английский язык, изобразительное искусство, физику и математику. За лето в районе прошло 9 кровеческих экспедиций. В них участвовали 119 школьников. Всего за летний отдых детей и их трудоустройство республика выделила более 8 миллионов рублей, а администрация Ленского района – более 12. Благодаря чему 4,5 тысячи местных школьников с пользой провели уходящее лето. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Новые предметы будут изучать айхальские школьники в предстоящем учебном году. В школах введен второй иностранный язык. Какой именно образовательные учреждения выбирают сами. Так, в школе номер 23 было принято решение преподавать немецкий язык, а в школе номер 5 для изучения второго иностранного языка выбрали французский. Одновременно ученики с 1 по 9 класса будут изучать родной язык и родную литературу, часы которых будут увеличены. Учебные пособия для новых предметов уже закуплены. Только в 23 школе на эти цели потрачено 154 тысячи рублей. С этого года в соответствии с требованиями в ГОС вводится родной язык и родная литература. Мы на педагогическом совете приняли положение о выборе языка изучения и обучения и о выборе родного языка. Этим положением закреплено для родителей для выбора два языка – это родной русский язык, родная русская литература, и родной якутский язык, родная якутская литература. Большинство учащихся в школах, это больше 900 человек, выбрали родной русский язык, родную русскую литературу, но есть дети, которые заявили желание вместе с своими родителями изучать родной якутский язык и родную литературу. Будут созданы сборные группы в рамках внеурочной деятельности, в рамках часов учебного плана, где они будут заниматься изучением этой литературы. 22 августа в России отмечается День государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента России от 1994 года. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Отцом триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Еще в 2017 году Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опрос и выяснил, что половина россиян, или 47% опрошенных, испытывает гордость и восхищение при виде государственной символики. Как сообщается в материалах в ЦИОМ, за последние десятилетия процент таких людей непрерывно увеличивается. К этому числу принадлежит и глава мирного Клим Антонов, который обратился к горожанам. Россия наш родной дом. Мы должны его беречь, мы должны его развивать. Мы только этим должны быть заинтересованы. Поэтому я призываю вас к символам власти, к символам нашей государственности, флагу, гимну, гербу, относиться бережно, уважать так, как уважаем мы свою Россию. Поэтому поздравляю вас всех с этим праздником. Добра, счастья и спокойствия. И самое главное, мирного неба над головой. В Якутии празднованию Дню российского флага посвятили патриотическую акцию «Мой флаг». Ее участниками стали все муниципальные образования республики. Как праздновал Ленский район, расскажем в сюжете далее. Под гимны Российской Федерации. Флаг поднять! 22 августа в 10 часов утра во всех уголках нашей республики в небо поднялись российские флаги. К республиканской патриотической акции «Мой флаг» подключились все муниципальные образования Ленского района. В самом городе Триколор длиной в 9 метров растянули на стадионе «Алмаз». Собрали всех желающих, всех жителей нашего города, также во всех поселениях нашего района тоже. Сегодня ровно в 10.00 было организовано поднятие флага. Акция «Мой флаг» – в чем заключается акция «Мой флаг»? Каждый желающий может запечатлеть себя на фоне флага, сфотографироваться, разместить фото в своих социальных сетях с хэштегом «Мой флаг». В данном случае «Мой флаг» – Ленский район. Тем самым наш район покажет свое участие в данной акции. В акции участвовали более ста человек. Для ленчан это был хороший повод встретиться, сделать памятное фото и выложить в социальные сети, которые сегодня пестрят белым, синим и красным триколором. Молодежь должна приходить на такие мероприятия, потому что это флаг нашей Родины, которую мы защищаем и очень гордимся, и хотим, чтобы наша страна развивалась. И я считаю, необходимо приходить на эти праздники. После акции прошел торжественный митинг на территории районной администрации. В нем участвовали представители исполнительной и законодательной власти, силовых структур, общественных организаций, молодежных объединений и национальных диаспор. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом все. Новости региону доступны и в интернете. Подписывайтесь на «Алмазный край» в Инстаграме, ВКонтакте и Ютуб.